Еще один вопрос. Вы отвечали на мой вопрос по подготовке студентов к международным экзаменам и обещали поделиться лайфхаками подготовки Кайлс и секретами адекватной оценки имеющихся навыков на начальном этапе подготовки. Расскажите, пожалуйста, или поделитесь какими-либо ресурсами. Дин, мне нужен для этого вопроса больше входных данных. То есть какую именно проблему вы хотите решить в Кайлс? То есть в чем суть вопроса? Для того, чтобы на самом деле, для того, чтобы разобраться с Кайлс, самый большой ресурс и самое важное, которое нужно проштудировать, это критерии оценивания. Они, как правило, есть в хэндбуке Пайлс. То есть надо скачать свежий хэндбук, открыть и внимательно его прочитать. Еще желательно, чтобы там были паст пейперс с анализом того, какие задания, как оцениваются и почему. После этого вы даете человеку тест. Стандартный тест. И смотрите, просите его засечь время. Это, конечно, на его совести. Он может засечь неправильно. Но, по крайней мере, вы должны объяснить, в чем суть задачи, и почему очень важно засечь время, потому что иначе вы не сможете адекватно оценить уровень знаний. Потом вы все проверяете. Самое сложное с точки зрения объективности проверки для вас, наверное, будет устная часть. Я устную часть всегда записываю, когда с учеником мы ее делаем, для того, чтобы потом можно было сравнить. Дальше, для того, чтобы правильно оценить устную часть, там есть несколько критериев. Там есть критерии связности речи, там есть критерии словарного запаса большого, есть критерии правильного фонетического оформления речи, есть критерии раскрытия темы, есть критерии ответа на все вопросы, которые прозвучали в тексте формулированного задания, и есть критерии неиспользования тех слов, которые были озвучены в задании. То есть от кандидата ожидается способность заменить слова, которые прозвучали в задании, на синонимы, не дублируя их. По каждому из этих критериев вам надо оценить вашего ученика и посмотреть, чтобы он уложился во временной лимит. Для того, чтобы это делать, надо посмотреть в том же YouTube. Я сейчас сходу вам ссылки не дам, но если вы мне напомните об этом, можно в чате нашем, я вам найду. Надо посмотреть в YouTube. Разные варианты ответов по баллам, они есть. Многие центры, специализирующиеся на подготовке, выкладывают такие видео, где даны кусочки из ответов людей, получивших разные баллы. От 9 и по убывающей до 5,5. И вы сможете себе составить представление о том, как должен выглядеть ответ человека на определенный балл. И тогда вам будет просто соотнестись с тем, что человеку не хватает для того, чтобы он такой балл получил.